Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюкцы, все братья и сестрицы, всем желаю радоваться и веселиться в Господе нашем Иисусе Христе, сущем над всем, неизменный в своем мыслях, слове, воле, Боге и Творце нашем Иисусе Христе, который есть и источник, и промыслитель, и конец всего. Источник нашей жизни, всего бытия, промыслитель о всем этом бытии, о всей нашей жизни, и конец всего бытия и всей нашей жизни. Ибо Он есть истинный путь и жизнь. Ну, как Он правильно говорил, Я есть путь истинной жизни. Давайте помолимся, и хочу тоже, в принципе, немножко продолжить вчерашнюю тему, она так плавно перейдет одно в другое. Господи, Иисусе Христе, сущий над всем Бог, неизменный в слове и в помышлениях своих и в воле своей, которые есть, благая всегда и неизменная, чтобы все мы, чадо Твои, все люди на земле, и все мироздание было счастливо, пребывало в любви и радости и мире. Господи, благослови себе трансляцию, да прославишься Ты, сущий над всем Бог, в последнее время пришедшего плоти, и имя Твое святое, в которое есть любовь, явленная Тобой всеми Твоими благодеяниями, даже до креста. И да откроется помышление многих сердец, и узрит всякая плоть, славу, величие, а главное, божество Твое, воскресенье Твое, и будут на Тебя уповать все народы, и все христиане будут надеяться всегда, в каждое мгновение своей жизни на Тебя. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Христос посреди нас, братья и сестры, Он незримо, не нарушая нашу свободу, всегда посреди нас, Духом Своим Святым, да и Сам во плоти, всегда за всем наблюдает и бдит, ибо Он есть сущий Бог. А тем я хотел, вот прошлый ролик посмотрели, Бог, Божок и Божата, я, может быть, не так коснулся Божат, но Божат я подразумевал, вот как я говорил там, что в природе начинают что-то приписывать, но действительно, Бог наделил там и травы какими-то свойствами, но все это до определенного момента познания человеческого. Вся эта наука, которая просто лишь описывает законы, она ничего не создает, и слово «открывать» не совсем подходит. Наука, любой ученый лишь описал, как это работает, так скажем, познал, но он ничего не создал и ничего не открыл. Он открыл формулу, так скажем, да, по какой-то действию. И то, как известно, вся наука сегодня действует, завтра оказывается, что это так, была лишь тоже иллюзия, оказывается, все там внутри наоборот действует. Или они их за голову берутся и не поймут, как что-то действует. Вот. Ну, а в оконцовке я хотел подвести к людям, что вот именно, к кому мы только не обращаемся, кто такие Божаты, вот именно, вместо того, чтобы обратиться к чистому источнику воды живой, мы все время из грязных луж пьем. Кто такой Бог? И кто такой человек? Любовь или грех? Что лучше-то? Всяк человек ложь. Бог не в раю человеку не ставил никаких преград между собой и им, и своим чадом, своим творением. И в Новом Завете сказал, что вот оно, все то же самое, вы все в точно таких же условиях, все. Вот живи во мне, и я в тебе, и вся радость бытия. И вот, вы знаете, сегодня воскресенье, хотя на самом деле сегодня понедельник, я просто пишу так ролики, уже вперед получается, и выложу его как раз, вы будете смотреть, и сегодня будет воскресенье. Но вчера было действительно воскресенье, и созванивались мы с одним братцем, ну и так говорили, беседовали о Боге, и вот когда касались опять темы предания, он меня просто спрашивал, ну как, надо ли там что почитать, Антония, он там мои беседы слушает. И вы знаете, вот меня прям в тот момент, братец, если слушает, узнает себя, вот, а меня прям осенило, тоже хорошая мысль для ролика-то. А вот, я действительно подумал, ну я ему сказал, что вот как бы, что сейчас современный мир, да, все доступно человеку, писание, проповеди там, пожалуйста, вон весь YouTube завален всем, и всякие, и книги доступны, действительно, и древние, и современные. И я ему как бы сказал, что да, вот, ну я вам уже эту мысль тоже говорил, это не мысль, а исторический факт, что рассвет протестантизма, что в Европе, что в России, просто у нас все с опозданием было, и вы знаете, Россия как бы считается всегда на попытках там, в развитии, да, отстает. И точно так же там и было, потому что в Европе в 16 веке вся эта наука шахнула, и вот наступила эра книгопечатаний, заводов, пароходов, как бы, да, вот этого всего. И вот отсюда и этот был всплеск протестантизма, да, то есть представляете, люди, вот 16 веков, ну и потом в России то же самое было уже к 19 веку поближе. Вот чисто за счет, опять же, отставания технологий просто, потому что от того, что сюда приехал бы, приехал бы Лютер, что и пытались, сюда сразу повалили все равно, и лютеране, так скажем, немцы-то всегда были, кто знает историю царской России, так называемой, по сути, все наши цари, там русской крови ни на грамм нету, вот, поэтому, конечно, сюда все так же приезжали, эти проповедники, и католики, и протестанты, вот, поэтому, конечно же, когда они появились, они сюда сразу повалили. Почему не получалось, как бы, это движение, тоже протестантизм в России, именно потому, что люди были в системе культа, и выйти они, ну, они могли поверить человеку, ну, кто такой человек, вот, опять же, человек ходит, вот, в свой культ, этот там, православный, да, направление, и все, в свою традицию, ну, что-то там кто-то говорит, ну, почему я должен ему верить, а когда людям стало доступно Писание, чистое словесное молоко, что в Европе, что потом в России, уже это не какой-то проповедник приехал, и тут мне глаголи, что братья, сестры, раньше так не было, да, и Господь вообще ни к этому призывал, и ни этому учил, да, ни тому, что вам там батюшки вешают лапшу на уши, или там деятели государственные, церковные, всех мастей и заквасок, нет, и когда люди стали получать доступ к чистому словесному молоку, к Евангелию, представляете, ладно, к Евангелию, я так сижу с братцем, вот мы общаемся, я так думаю, апостолы, представляете, люди его, что там в церкви слышат, кусочек выдерут из контекста, ничего не понятно, еще как хочешь, там перетолкуют тебе его, и ты вот этой закваской заквашиваешься, не от слова Божьего, а от кривого слова человеческого, и вы представляете, одно Евангелие, какое счастье познать вот в чистоте, целиком его услышать, представляете, ну какой там помещик будет, что своим крестьянам читать, что ли, там единицы были, кто так Бога любил, и познал истину, и стал всех вокруг любить, апостолы, представляете, получить весь Новый Завет, вот книгу, раньше, правда, это, наверное, такое сокровище было, и прочитать, и увидеть там столько вещей, ты скажешь, блин, как же я жил-то раньше, да, а Ветхий Завет, что мы вот там предали, предали книгу Бытия прочитать, да, там книгу Исхода, а вообще весь Ветхий Завет, и мы сейчас с братцем так общаемся, а меня прямо синило, я думаю, Господи, какие мы неблагодарные, и вот эта вот беготня за этими святыми, и даже за их творениями, так скажем, во-первых, они святые по человеческому называнию, Бог их святыми не называл, их творения под большим сомнением, неизвестно откуда взятые, неизвестно кем переведенные, и неизвестно кем печатающимися до сих пор каждое издание, кто там что делает, пойди разберись, я думаю, Господи, вот мы живем в это время сейчас, я живу в 21 веке, в 21 веке живу, у меня все есть, у меня есть чистое Евангелие, у меня есть послание апостолов, у меня есть Библия, что мне еще надо, у меня много времени, чтобы Новый Завет читать целиком, не знаю, а что я Библию часто перечитываю целиком, не знаю, так там чистое, хоть в Ветхом Завете там, конечно, всего хватает, там как историческое, но то уж лучше, еб, что я буду читать вещи, которые ты чудным своим образом, действительно, сохранял, но все знают, что такое Библия, все знают, что такое послание, все знают, что такое Евангелие, и их разницу, и их суть, я уже надеюсь, я сейчас не об этом хочу ролик, и вот действительно, вы знаете, мы правда неблагодарны, мы насаемся, Бог уже все, вот мы, кто живет в это время, у нас стол, вот, прям яствами, божественными накрыт, мы все, где бы пойти, какую-нибудь какашку вонючую скушать, я просто поражаюсь, вот правда, по той пословице, как Петр говорил, все на то же место возвращаемся, что свинья, что пес, не знаю, меня такое, меня знаете, потом мы с ним, уже, у меня было шесть вечера, я до ночи отойти не мог, у меня такое чувство было, опять благоговение, благодарность, какой-то любви Божией, во-первых, я сам исполнялся, мне прям, прям молился Господу, весь вечер вот так ходил, и молился духом, да, не умом уже, умом уже, именно духом, вот такие, кто знает это чувство, все, чувство именно благодарности, да, я бы в другом времени не выжил, у меня умное сердце, мне нужна пища, конечно, туда не только, чувственное, и не только умовое, это все вместе, сердце умное, оно потребляет информацию, и делает, и должно делать правильные выводы, святые, и вот, конечно, в принципе, это и произошло в воскресенье, я не стал вечером писать на эмоциях ролик, пишу, вот, сегодня понедельник, обед, на самом деле, ну, вы увидите уже в следующее воскресенье, потому что у меня там уже стоит ролики по дням, выграно на загрузке, запланированной, вот, и, ну, я и рад, я на эмоциях стараюсь, кое-что опытом тоже познал, все это ни к чему, а вот так вот действительно здорово, когда ты, все осядет, все переварится, вот, и у меня сейчас никаких сегодня уже не было, я уже и другие ролики записывал, да и вообще, все это вчера прошло, если бы это было, еще продолжалось бы, вот, а это просто, конечно, вот было такое чувство невероятное, вот, вот так и есть, братья и сестры, и представляете, вот, правда, бегаем, сейчас вот церковь какая-то, ой, я там хожу проповедь, ну, ты хочешь узнать, кто такие баптисты, вот тебе сайт, вот тебе вероучение, вот тебе книжечки, вот тебе история, вот, 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 вот тебе канал на ютубе, вот, вот, вот все проповеди, вот тебе пастыри, вот тебе, может быть, даже в твоем городе, если там выкладываются, есть, может быть, пастырь одаренный, и там ему канал создали, да, то есть, все, выбор какой, вот тебе можешь все узнать, все подноготное о православных, о католиках, всю историю можешь узнать, Из независимых источников, и от вражеского источника. Очень надо полезно послушать. Враг может где-то и переборщить в плане злословия, там и осуждение, насмехательство, но он скажет много истины, потому что он будет говорить на основании фактов, именно показывая действительность, а не будучи заинтересованным. И вот меня поразило действительно, какое счастье, и какая благодарность, что каждый из нас в этой жизни живет в то нужное время Божьим промыслом, когда каждому нужно. И вот вы знаете, какая неблагодарность, что мы лезем все время. Я говорю, кто знает Слово Божье, кто знает Евангелие, кто знает послание, кто знает там что-то из ветхого завета, хотя бы как историю, хотя бы действительно Духом Святым тебе Господь откроет через призму Евангелия, ты там много и божественного увидишь, и назидательного. И Бога вдохновенного, да, вот. Я не знаю, меня переполняло вчера это чувство, и еще больше меня Господь утверждал в том, что никуда лезть не надо. А по крайней мере, надо жить в ногу со временем. Наше время необычное. Десять лет назад, да, были диски, были кассетки, но целая проблема. Ну да, уже. Каждое поколение живет и думает, ой, как эти раньше жили, да, там 10 лет назад без телефонов. И вот надо жить сегодняшним днем. Кто-то у меня там кошечки что-то или охотятся. Они уже подросли у меня. Может, первый раз птичку поймал. Вот. Я, честно, поражен. Поражен. И вот мы, правда, судим, кто там как спасался, там этих монахов-немонахов, людей туда уходящих. Представляете, вот люди же доверяют людям все равно. И мало того, кто был, учился, что да, иди за Богом. А как идти? И Евангелие, люди вообще никакой имели доступ, представляете? Пришел он там, половина рабов, половина крестьяна, когда могли сходить. Это же тут сам живешь 7 лет уже, как я себе говорю, в Слове Божьем. Такий доступ имея, к таким проповедникам все в свое время слушал. И то, сколько колебаний. А правда, думаешь, много ли надо было? Да человек порой за всю жизнь свою один раз Евангелие не слышал целиком, от начала до конца. Ладно, апостолы действительно были живые светильники. Они же были живыми свидетелями этого Евангелия. Они и правда все это рассказывали? Чем они занимались-то по вечерам, преломляя хлеб? Вот именно этим, вспоминая Господа, Его притчи, Его слова, Духом Святым, сколько им открывалось. А потом, не знаю, иначе как темными временами и назвать-то не знаю, как это было. Вот как-то так. Так что вот так вот. И вот вы знаете, у меня призыв к вам такой, от чистого христолюбского сердца. Правда. Что мы все время насыемся? Много ли нам надо? Ой, да я, ну да, в церковь все плохо, я хожу там, ну проповедь слушаю. Ты сейчас вон YouTube включи, да слушай. И можно получше твоего найти. Действительно, если не будет любви, настоящей любви братско-сестринской, связывающей общину, если люди не будут понимать цель жизни христианской, что она в любви, а любовь проявляется в делах, а дела эти возможно проявлять их максимум только, если ты отвергнешься себя и будешь силою Божией, для Его славы все это делать. Только тогда ты будешь идти ровным, прямым и правильным путем. Вот так вот. Это вот правда, вот, не знаю. Я надеюсь, вы понимаете меня, о чем я говорю. Просто кто знает меня, что я прошел все это, предания все эти. И честно, я же говорю, кто еще не знает, я же не открывался, я все это выкинул. Сколько я на это потратил времени, жизни и сил. Вот вы знаете, в один момент я все это выкинул, и не жалею ни на грамм. Бог меня вел этим путем специально, да. Я могу любому православному католику его же веру рассказать, ибо знаю все, начиная от богослужения ихнего и кончая всеми преданиями отцов. Я могу православного православия учить, только теперь я этого делать не буду. Теперь я всю славу буду воздавать только единому Богу. Я, кто знает, из святых отцов все семь лет, как говорится, выдирал ровно то, что соответствовало Евангелию. Все говорят, то это тоже что-то там, а вот у него есть и это. Я говорю, есть, но это не соответствует Евангелию. И потом я думаю, зачем я это делаю? Для кого? Если в Евангелии все по-русски написано. Если по апостолам, я могу действительно сравнить, мне достаточно апостолов, чтобы увидеть, которые сказали, что да, мы лишь свидетели, и вы делаете то же самое. Мы это принимаем и передаем, и сами в этом живем. Не надо никаких учений придумывать. Не надо придумывать никаких культов и обрядов. Не надо из стихов что-то выдумывать и из них лепить там. Просто исполняй заповедь, просто исполняй. Люби ближнего, отвернувши в себя, желательно силами Божьими, нет, своими силами. Для его славы все равно, чьей бы силой ты это ни делал. Либо и силы в руки тебе Бог дает. Всегда слави Господу. Вся жизнь. И любовь, дела любви, это дела бытовухи. Помыть посуду, поцеловать, обнять, поддержать словом в печали и в радости, поддержать денежкой в печали и в радости. Я говорю, обнять и поцеловать и в печали и в радости. Все. How are you? I'm fine. What about you? Вот и вся наша жизнь-то. Ничего сложного. Живи, живи. Дыши любовью. Делами любви. Это твоя пища. Господь сказал, когда его... Помните, ученики пришли, когда он с самарянкой беседовал. Принесли покушать. Говорит, Господи, ешь. Он говорит, я. У меня есть другая пища. Он говорит, ой, никто-то его накормил, наверное. А может, где-то вот кому взяться-то. Он говорит, вы не знаете моей пищи. Моя пища творит дела Божьи. И многие, некоторые христиане говорили. И одной любовью можно быть сытым. Согласен, можно быть. Вот. Так что вот так вот. Вот, братья и сестры, мы неблагодарны и недооцениваем того дара, который нам даст. Нас много спросится. Мы насуемся. Когда у нас на столе вот лежит Библия, мы насуемся. Бог говорит, ко мне обратись. Я тебе открою ум к разумению Писания. Ты меня прославил. Нет, я возьму книжку. Я буду свой ум. У меня будет кипеть. У здесь дымок идти. Но я буду читать чужую книжку, чтобы через нее понять. Господи, что ты там хотел написать? Мне же вбили в голову, что я тупой, что тебя нет. Ты мертвый. Или ты там только после смерти. И вот я сейчас буду сам биться лбом об стол, чтобы понять. А Господь стоит рядом и смеется. А Дух Святой давно угашен. А Господь говорит, ты ко мне обратись. Я открываю ум к разумению Писания. Все приболело, побежал. Да обратись ты к Богу. Ты хоть попробуй вначале-то. Многие не пробуют. Да ты хоть попробуй сначала. Ну хорошо, не поможет. Вот увидишь, как Бог поможет. Вначале поможет сразу, только ты обратишься. Потом будет твою веру укреплять. Чуть-чуть попозже помогать. Бог не потому, что, как сказано, ждет своим, чтобы помочь. А чтобы посмотреть на твою крепость. Есть такая плоды духа, долготерпение. Как можно терпеть ничего? Как можно этот плод, Бог тебе вырастет, если ты ничего не терпишь? Вот искушение Бог болезни не подает или скорби. Бог не подает, но попускает. Как ты вырастешь плод, долготерпение, если ты недолго, а вообще ничего не терпишь? И терпеть невозможно. Радость терпит горе, а не радость. Радость пролетает, все знают, счастье мимолетное. А вот горе, секунда, как часы, кто чем-нибудь болел или скорбел, или страдал. Даже от душевной боли, знает, что это такое. Минута годами длится. И что такое счастье? Поехал. Отпуск пролетел, не успел глазом оморкнуть. Мы неблагодарны. Мы не радуемся тому, что мы в этом веке живем, где уже и книжка не нужна. Уже все в электронах, все бесплатно, доступно. И аудио формат есть. Бери да слушай. Ты едешь на работу, слушай. Слушай, обратись к Господу. Ой, я еду, там ничего не слышно, мне мешает. Ты Богу покажи, что ты хочешь. Он весь этот шум уберет, не переживай. Будешь слышать вот такой писк Божий среди этих кликов бесов. Будешь слышать. Ты сама не хочешь к нему идти. Ты, она. Мне пишут, ой, ну я там главу прочитаю. Да, потом, ну там мне некогда, там суета. Признай себе, что ты сам не хочешь к Богу. Кто хочет, он будет и в суете. И все, Бог, откройте. Не напрягай ты, ты Богу покажи свое стремление. Вот вам что такое писание. Вот, правда, живем, живем. Все же можно. Уже никто тебя не может соблазнить. Ты сам знаешь чистоту Евангелия. Все, что происходит в этих конфессиях, ты можешь сравнить с Евангелия. Говорил ли, учил ли этому Христос. Исполняли ли и учили тому же самому апостолы. Нет. Половина, что мы видим, вообще 95% не совпадает. Как один братец хорошо написал. Фетиш, оккультизм, идол поклонства. Вот вся суть всех традиций. Три заразы основные, которые там присутствуют. Так что вот так вот. Так что хочется к вам опять призвать, чтобы вы обратились к Богу живому. К Богу живому, сущего над всем благому и незменному в мыслях, словах и делах своих Господу и Богу нашему. Иисусу Христу. Давайте поблагодарим Его и будем прощаться. Господи, незримо здесь со всеми нами сейчас присутствующие. Слава Тебе. Спасибо Тебе. От чистого, доброго и любящего Тебя и всех, особенно своих по вере сердца и сердец всех наших, братьев и сестер. Спасибо Тебе, Господи, что Ты всегда с нами. Что Ты нас привел в этот мир, в это самое время. Самое для нас удобное и подходящее. Хотя и спросишь за это. Ибо нам открыто все, все, что можно. Живем во времена не гонения, а благодати. Не тьмы, а знаний. Спасибо за все, Господи. Спасибо Тебе. Будем подвязаться в отречение от Себя и любить ближнего, уповая на Тебя, от Тебя все, прося, беря и раздавая другим во славу Твою, для проповеди славы Твоей. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Спасибо за все. Все Твои благословения да пребывают на всех нас, искренне алчущих и жаждущих правды, любящих Тебя и всех вокруг сердец. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Всех вас, братья и сестры, нежно целую, крепко обнимаю. Всем желаю возрастать в благости, во всякой благости, истине и праведности. Все, кому понравился ролик, ставим палец вверх, все, кому не понравился, все равно, всегда ставим палец вверх. Все мои контакты на канальчике, ссылки наверху, контакты внизу, полезные ссылочки справа. Всех храни Христос. Пока-пока, до встречи в следующем ролике.